здравствуйте дорогие друзья итак наша недельная глава рье где машера бейну разговаривать с народом и в общем то он говорит им важную вещь нет случайности все связано я вам расскажу очень интересную историю она произошла в украине всего буквально там может быть десяток лет назад может даже меньше чуть-чуть всем это касается посланника хабада хмельницкой области кто знает раввин александр файнгольц вообще он больше связан с меджибушем где похоронен болшемтов хороший чек как вы сами понимаете плохого болшемтов не вызов не вы ни к себе не пригласит он работал там и ездил по всей хмельницкой области помогал различным общинам там десятки деревень и так далее несмотря на то что они разбросаны по всей территории он всегда ездил с него не такой был еще автобусик мини-бас сходячая синагога на колесах и он там ездил в минус дней утром месяц кислев ему позвонил один из евреев живущих горни в городе не тишин такой маленький город попросили срочно приехать сказали что во время работ на земельном участке предназначенном для строительства торгового центра раскопали многочисленные еврейские остатки и так как обрывки книг там были еврей то стало ясно что это еврейское захоронение раввин фейнгольц бросил все из группой людей поехал туда в город не тишин с помощью мэра муниципалитета там решили все вопросы за 24 часа выделили землю перезахоронили оформили документы по требованиям галахи произошло все это и забетонировали участок и все на следующей неделе в четверг ему опять позвонили из не тишина оказывается история вот этого массового захоронения евреев предыдущего поколения она вызвала такое пробуждение в самосознании и те оставшиеся евреи города попросили приехать именно в эту субботу помочь им провести шаббат в соответствии с еврейскими традициями потому что там давно не было уже не синагоги не службы рафаенгольц не мог отказать он собрал несколько человек там и шепотникова поехал к ними все это сделали на вечерной молитве и следующая трапеза была такая атмосфера интересная на утренней молитве он перечтением торы правит счел дрошу рассказал вот там мы какие-то беседы и среди мольдащихся был один 80-летний старик по имени василий он сидел в углу комнаты и фангольц увидел что с ним что-то странное происходит во время молитвы он то снимал шапку то одевал как бы стараясь показать что он как бы еврей которому положено быть в шапке а в то же время в его какая-то борьба происходила он подумал что надо выяснить что это такое он подошел к одному из знакомых и спросил василий вообще еврей или нет тот ответил по-видимому да никто не знает потому что еще обрезан был до войны в детстве во время чтения торы фангольц вызывает василия к торе тебя как зовут василий моисеевич василий бенмаше и фангольц повторил это имя и в конце он собирался произвести традиционное благословение вызов на аукторе но что-то почувствовал не то он говорит слушай а у тебя есть еще какое-то имя и василий стоял завернувшись встал из цепился в рукоятке вот на которой на бери смотрел и слезы у него на глазах и начал трястись он не понимает что такое и не в состоянии говорить и все увидели что какая-то драма разворачивается возле свит который и тут василий начал говорить он сказал да у меня есть другое имя а зрели а зрели бенмаше знаете все это произошло в расширана в сорок первом году здесь не тишине фашисты согнали всех евреев здание нашей синагоги мой дед был раввином городу выдающимся человеком он был на таком торе руководителем все его слушался я гордился тем что его внук и мне исполнилось в 12 лет он готовил меня к бармицве готовил меня читать свиток торы и возлагать тфелин но на расширана все закончилось проклятые нацисты согнали всех и колонной провели нас к окраине дедушка шоевал впереди я за ними нас завели в какой-то сарай и я обратился к одному охраннику он оказался румыном попросил чуть-чуть воды он не дал воды не знаю почему жарился и через некоторое время почувствовал что мне живот и так далее я попросил его тоже к этого же румына дай мне выйти хоть потому что тут люди все он как нет странно разрешил я отошел метров на сто там такое у женщика такая стал у кустарника и вдруг я услышал голоса немцы выгнали всех и я смотрел как они всех расстреляли всех до единой всех дедушку бабушку родители сестер всех живых не осталось никого я три дня просидел боясь вылезти земля дошевелилась около двух дней чем там еще кто-то был через три дня я вернулся в город спрятался у друга нашей семьи и до конца войны и прятался в подвале куда мне спускали немножко еды называли меня василием я уже забыл кто я такой я стал василием и вот он стоит и говорит это и все и плачет и дедушка хотел подготовить меня к бармицы чтобы я читал тору но он был убит все убиты я остался один и стал василием в комнате воцелилась тишина и вдруг один говорит слушай ты видишь что круг замкнулся начале этой недели твой дед стал из могилы который пролежал сорок первого года и первое что сделал позаботился о своем внуке твой дед сделал так что ты мог отпраздновать бармицу подняться к торе и вот ты а зрели бенмаше вызван к торе вот здесь вот не тишине в городе где убили твоего деда и все как он хотел раффенгольф остался несмотря что хотел ехать еще на день и все они праздновали бармидству а зрели пусть с опозданием на 70 лет он наложил тфилин и была невероятная обстановка почему я рассказал эту вам историю чтобы мы все понимали никаких случайностей нет всем мире связано бог следит за всем он следит за вами за за каждым из нас он он знает что делает иногда нам кажется что все плохо но потом все поворачивается брахавы от слаха